Джонатан Хайт Стакан всегда наполовину полон Десять великих идей о том, как стать счастливым Моей жене Джейн Введение Меньше знаешь, крепче спишь Что мне делать, как мне жить, кем мне стать Подобными вопросами задаются многие из нас А современная жизнь устроена так, что далеко ходить за ответами не надо Сегодня мудрость потоком изливается на нас С чайных пакетиков, крышечек от бутылок, страниц календарей и писем счастья Которые с самыми добрыми намерениями шлют нам по электронной почте друзья и приятели Мы словно обитатели Вавилонской библиотеки из рассказа Хорхе Луиса Борхеса Бесконечной библиотеки, на страницах которой можно найти все А значит где-то в ней таится и история создания библиотеки и ее полный каталог Но борхесовские библиотекари подозревают, что им никогда не найти эту книгу среди тонны бессмыслицы Наши перспективы куда лучше Среди потенциальных источников мудрости, к которым мы преподаем Лишь единицы полная бессмыслица, а многие заслуживают доверия Но поскольку наша библиотека тоже в сущности бесконечна Ведь никто не в силах прочесть больше крошечной ее доли Мы сталкиваемся с парадоксом изобилия Количество вредит качеству наших поисков и находок Перед нами раскинулась такая огромная и такая чудесная библиотека Что мы зачастую просматриваем книги по диагонали Или ограничиваемся чтением отзывов Так что, может быть, нам уже попадалась величайшая идея Мысль, которая преобразила бы нас, если бы мы задумались над ней Дали ей время и воплотили в жизнь Это книга, книга о десяти великих идеях Каждая глава попытка обдумать и усвоить идею, которую сформулировали сразу несколько крупнейших цивилизаций Пролить на нее свет накопившихся у нас научных знаний Извлечь уроки и применить их в повседневной жизни Моя специальность – социальная психология Я провожу эксперименты, чтобы изучить всего один аспект социальной жизни человека И мой аспект – это нравственность и нравственное чувство Кроме того, я преподаватель Я читаю курс «Введение в психологию» из двадцати четырех лекций На этих лекциях мне нужно рассказать слушателям о тысячах научных открытий, касающихся всего От структуры сетчатки до механизмов влюбленности И уповать на то, что мои ученики все поймут и запомнят Когда я читал этот курс в первый раз, то никак не мог решить эту задачу Но затем обнаружил, что несколько идей кочуют из лекции в лекцию А кроме того, именно эти идеи блестяще сформулировали мыслители прошлого Например, если я захочу сказать, что наши эмоции, реакции на события И некоторые психические расстройства вызваны нашими ментальными фильтрами Сквозь которые мы смотрим на мир Едва ли мне удастся выразиться точнее и лаконичнее Шекспира Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке Уильям Шекспир, Гамлет, Акт второй, Сцена вторая Здесь и далее перевод Пастернака Тогда я стал приводить подобные цитаты, чтобы помочь студентам запомнить главные мысли психологии И задумался о том, сколько же их этих мыслей Для ответа на этот вопрос я перечитал десятки трудов древних мыслителей, в основном принадлежавших к трем классическим цивилизациям Индийской, Упанишады, Бхадавадгита, изречения Будды Китайской, изречения Конфуция, Дао-де-Дзин, сочинения Мэн-Дзы и других философов И Средиземноморской, Ветхий Новый Завет, философы Древней Греции и Рима, Коран Кроме того, я проштудировал другие философские труды и литературу за последние 500 лет И выписал утверждения, имеющие отношение к психологии Замечания о природе человека или о работе его ума и сердца Если я обнаруживал, что одна и та же мысль высказана в нескольких местах То предполагал, что это, вероятно, очередная великая идея Но я не стал механически копировать десятку лидеров Среди самых распространенных психологических идей за всю историю человечества А решил, что главное не чистота упоминания, а логичность Мне хотелось составить набор идей, которые соответствовали бы друг другу Опирались друг на друга Рассказывали историю о том, как человеку обрести счастье и смысл жизни Помочь человеку обрести счастье и смысл Это цель позитивной психологии Новой отрасли психологии, которой отчасти занимался и я Так что эта книга в некоторой степени посвящена возникновению позитивной психологии Изучений древних философов и ее применению в наши дни Исследования, о которых я буду говорить В основном принадлежат ученым, которые не считали себя приверженцами позитивной психологии Тем не менее, я опираюсь на 10 древних идей и великое разнообразие результатов современных исследований Чтобы как можно доступнее рассказать, почему человек процветает И какие препятствия собственному благополучию мы сооружаем на своем пути Эта история начинается с того, как устроена человеческая психика Естественно, рассказ будет неполным Мы рассмотрим лишь две древние истины, которые надо усвоить Иначе ваша жизнь никогда не станет лучше и вся современная психология будет бессильна Первая истина – основная мысль этой книги Психика делится на части, которые иногда конфликтуют друг с другом Дело в том, что сознание, разумная часть психики, подобно наезднику на слоне Оно может лишь отчасти контролировать действия слона Сегодня мы знаем, почему происходит это разделение И разработали несколько способов помочь слону с наездником наладить сотрудничество Вторая мысль шекспировская Речь идет о той самой нашей оценке Или, по словам Будды, наша жизнь есть творение нашего сознания Однако сегодня мы способны многое добавить к этой древней истине Поскольку знаем, почему психика большинства из нас настроена на то, чтобы во всем видеть угрозу и беспричинно тревожиться Более того, мы можем избавиться от этих проблем при помощи трех методов обретения счастья Одного древнего и двух совсем новых Второй этап истории Обзор нашей социальной жизни, опять же не полный Всего две истины, всем известные, но явно недооцененные Первое, золотое правило Взаимность – важнейший инструмент для налаживания отношений с окружающими И я вам покажу, как с его помощью преодолевать трудности в собственной жизни И не позволять тем, кто применяет взаимность против вас, манипулировать вами Однако взаимность – не только инструмент Это еще и подсказка, говорящая о том, кто мы такие и что нам нужно Подсказка, без которой трудно угадать финал всей истории Вторая истина в этой части нашего рассказа гласит, что все мы по природе лицемеры Потому-то нам так трудно следовать золотому правилу Последние психологические исследования выявили, какие ментальные механизмы Позволяют нам так зорко высматривать мельчайшую соринку в глазу ближнего А у себя бревна не замечать Если знаешь, что вытворяет твоя психика И почему тебе так легко смотреть на мир сквозь искаженную призму добра и зла Можно принять меры по борьбе с убежденностью в собственной правоте А тогда удастся снизить и частоту конфликтов с окружающими Точно так же убежденными в собственной правоте В этот момент у нас наверняка назреет вопрос, откуда берется счастье Гипотез о счастье – несколько Одна состоит в том, что счастье – это получать желаемое Но все мы знаем, и исследования это подтверждают Что такое счастье недолговечно Более перспективная гипотеза гласит, что счастье исходит изнутри И его невозможно добиться, заставив мир исполнять свои прихоти Эта идея была широко распространена в древнем мире В Индии ее проповедовал Будда В Древней Греции и Риме – философы-стойки Все они советовали разорвать эмоциональные связи с людьми и событиями Ведь они так непредсказуемы и неконтролируемы И воспитывать у себя умение принимать все как есть Эта древняя идея заслуживает уважения И, конечно, менять себя в неприятных обстоятельствах зачастую полезнее, чем менять мир Однако я приведу данные, что и вторая версия гипотезы о счастье неверна Недавние исследования показывают, что на свете есть за что бороться Что существуют внешние обстоятельства, которые способны сделать человека счастливым надолго Одно из них – ощущение сопричастности Узы, которые мы создаем с окружающими и без которых нам никак нельзя Мы познакомимся с данными исследований, которые показывают, откуда берется любовь Почему страстная любовь всегда слабеет И какую любовь можно назвать настоящей Пожалуй, гипотезу стойков и Будды о счастье стоит уточнить Да, счастье исходит изнутри, но и снаружи тоже И чтобы добиться гармонии, нам нужно руководствоваться и древней мудростью, и современной наукой Следующая часть истории о процветании Это изучение условий, при которых человек растет и развивается Все мы слышали, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее, однако это опасное упрощение То, что тебя не убивает, может искалечить твою жизнь Исследования посттравматического роста подсказывают, когда и почему люди становятся сильнее и лучше после пережитых несчастий И что можно сделать, чтобы подготовить себя к возможным травмам и справиться с их последствиями Еще всем нам настойчиво советовали культивировать в себе различные добродетели Поскольку добродетель сама по себе награда Но и это упрощение Я покажу, как менялось и сужалось с течением столетий само понятие о морали и добродетели И почему древние представления о добродетели и нравственном росте действительно могли быть сами себе наградой А еще я покажу, как позитивная психология помогает нам диагностировать свои сильные стороны и достоинства В заключении мы зададимся вопросом о смысле жизни Почему одним из нас удается обрести смысл, цель и полноту жизни, а другим нет? Я начну с распространенной в различных культурах идеи о высшем духовном измерении человеческого бытия Называть его можно по-разному Добродетелью, благородством, божественностью И можно по-разному отвечать на вопрос, есть ли Бог Но все мы так или иначе ощущаем святость, возвышенность и невыразимую доброту в других и в природе Я расскажу о своих собственных исследованиях нравственных чувств Изучение отвращения, благоговения и приподнятого настроения Помогло мне показать, откуда берется это высшее измерение И почему без него невозможно понять, что такое религиозный фундаментализм Борьба политических культур и общечеловеческое стремление к смыслу Кроме того, мы рассмотрим, что имеют в виду люди, когда спрашивают, в чем смысл жизни Я дам ответ и на этот вопрос Ответ, который опирается на древние идеи о том, что у человека должна быть цель И при этом задействуют самые свежие научные данные, позволяющие выйти за рамки древних идей И вообще любых идей, с которыми вы, скорее всего, сталкивались При этом я в последний раз пересмотрю гипотезу о счастье Я бы мог уже сейчас сформулировать ее в нескольких словах Но мне не удастся объяснить ее суть в этом кратком введении, не опошлив ее Мудрость веков, смысл жизни, а может быть, даже тот самый ответ, которого доискивались борхесовские библиотекари Все это, вероятно, струится на нас потоком с утра до вечера Но пользы не принесет, пока мы все это не усвоим, не поиграем с этими мыслями, не усомнимся в них, не отточим и не поймем, как применить все это на практике в собственной жизни Вот какова цель моей книги Глава первая Расщепленное я Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы Послание к галатам святого апостола Павла Глава 5, стих 17 Если всем правит страсть, пусть разум держит поводья Бенджамин Франклин Впервые я сел на лошадь в 1991 году Дело было в национальном парке Great Smoky Mountains в Северной Каролине В детстве мне доводилось кататься верхом Но тогда мою лошадь вел под устцы кто-нибудь постарше А теперь мы с конем оказались сами по себе Никто никого не вел под устцы Я был не один Со мной было еще восемь человек И нас сопровождал лесничий, так что я особенно не волновался Но тут возникла сложность Мы ехали по крутому склону подвое И моя лошадь шла с внешней стороны Футах в трех от края Потом тропа резко свернула влево А моя лошадь направилась прямиком к обрыву Я застыл Я понимал, что надо повернуть влево Но слева от меня была другая лошадь И я не хотел в нее врезаться Надо было бы позвать на помощь Или просто закричать «Поберегись» Но что-то во мне посчитало, что лучше рискнуть падением с обрыва Чем наверняка показаться тупым Поэтому я просто застыл И ничего не делал те судьбоносные пять секунд Пока моя лошадь и лошадь слева от меня Не свернули преспокойно налево по своей воле Когда паника улеглась, я посмеялся над своим нелепым страхом Лошадь прекрасно знала, что делать Она ходила по этой тропе сотни раз И разбиться насмерть ей хотелось не больше моего Ей не нужны были мои советы Более того, в те несколько раз, когда я пытался что-то ей подсказать Она меня не слушала Я все понял неправильно, потому что до этого Десять лет ездил не на лошадях, а на машинах А машины падают с обрывов, если не сказать им, что не надо этого делать Мышление человека строится на метафорах Все новое и сложное мы понимаем через то, что нам уже известно Например, думать о жизни в целом довольно трудно Но стоит применить метафору «жизнь – дорога» Как сразу напрашиваются выводы Чтобы идти по дороге, нужно изучить ландшафт Выбрать направление Найти хороших попутчиков и наслаждаться путешествием Поскольку в конце пути, возможно, ничего не обретешь Трудно думать и о психическом устройстве человека Но стоит подыскать подходящую метафору Она сама направит мысль На протяжении всей известной истории человечества Мы жили бок о бок с животными И пытались ими управлять Поэтому животные проникли в древнейшие метафоры Например, Будда уподоблял разум человека дикому слону Этот ум бродил прежде, блуждая, как ему хочется Как ему нравится, как ему угодно Теперь я его полностью сдержу, как погонщик взбесившегося слона Дхамапада, 2016, стих 326 Похожую метафору применял и Платон Он уподобил душу, то есть я Колеснице, которой правит спокойная, рациональная часть психики Возничий у Платона держит поводья двух коней Один из них прекрасных статей Стройный на вид Шея у него высокая Храп с горбинкой Масть белая Он черноокий Любит почет, но при этом рассудителен и совестлив Он друг истинного мнения Его не надо погонять бичом Можно направлять его одним лишь приказанием и словом А другой горбатый, тучный, дурно сложен Шея у него мощная да короткая Он курносый, черной масти, а глаза светлые Полнокровный, друг наглости и похвальбы Откосом вокруг ушей он глухой И еле повинуется бичу и стрекалам Платон Федор 253 Ди И С точки зрения Платона Страсти и эмоции бывают хорошие Любовь к почету, например И они влекут душу в правильном направлении А бывают плохие Скажем, алчность и вожделение Целью платонического образования Было научить возницу полностью контролировать обоих коней Прошло 2300 лет И Зигмунд Фрейд предложил нам похожую модель По Фрейду психика делится на три части Эго Сознательное рациональное я Супер-эго Совесть и стремление подчиняться общественным правилам Иногда избыточное и негибкое И ид Стремление к удовольствиям, причем побольше и не откладывая Когда я читаю лекцию о Фрейде, то тоже опираюсь на метафору коня Но вместо греческой колесницы предпочитаю представить себе викторианский легкий экипаж Кучер-эго Мучительно пытается обуздать голодного, похотливого и непослушного коня Ид А отец кучера, супер-эго Сидит на заднем сиденье И читает кучеру нотацию о том, что он делает не так Цель психоанализа с точки зрения Фрейда Найти выход из этого бедственного положения, укрепив эго И дав ему тем самым больше контроля над ид И больше независимости от супер-эго Субтитры создавал DimaTorzok